Всем привет! Я нахожусь в бизнес-центре «Фактория». Это находится на метро «Савеловская». Здесь мой офис. Я тут работаю. Вот в этом здании. Но это не самый, наверное, все-таки большой бизнес-центр, потому что я видела гораздо больше. Ну и работала тоже на метро. А, в Марины Рущи. Ну это где-то там. Какое метро? Я даже не помню сейчас. Ну я-то на машине ездила, поэтому не помню. Вот. Сегодня я хочу рассказать про жизнь в этом бизнес-центре, в этом бизнес-парке. Как тут все устроено? Что здесь у нас есть? Ну не знаю. Мне нравится. Территория достаточно ухоженная. Сейчас вы сами все увидите. И еще расскажу про одну интересную вещь. Я надеюсь, меня палками потом не забьют. Начну, так сказать, с главных достопримечательностей. Вот тут у нас живут жирафы. Не знаю для чего, наверное, для фото. Там главный въезд и старбакс-кафе. Это вот первое здание, которое в нашем бизнес-центре. Тут, видите, всякие кафешки, лапша. Там мини-маркет даже есть. Вот. Побольше вам покажу. Так, там в конце здания сидит управляющая компания. Ну вот. А, кстати, да, тут даже есть у нас, видите, велосипеды, прокат велосипедов и самокатов. Вот. Такой, кстати, я брала. Каталась. Но, честно, мне не понравилось. Но велосипеды гораздо круче. И я слышала, что вроде как снизили скорость теперь у таких транспортных средств. А, если это можно их так назвать. Так, сегодня я ходила в этот... Сегодня я ходила на обед в кафе. Тарелка. Сейчас остановились. Покажу вам кое-что. Мне дали пропуск. Надеюсь, мой канал не смотрит ни Путин, ни Собянин. И сказали, что для тех, кто работает в бизнес-центре Фактория, можно проходить без QR-кода. Вот так-то вот. Пользуйтесь. Если что, я вам скажу код, как пройти в столовку. Тарелка. Ну, если честно, я потом кину фотку того, что я кушала. Честно, мне не очень понравилось. Ну, что я там ела. Вот эта тарелка. Вот. Я там покушала сегодня цветную капусту. Брокколи. Ну, аль денте. Это то, что мне нравится. И котлету из какой-то красной рыбы. Не помню название. Но, честно, мне вообще прям не очень. Но я доела, потому что я так есть хотела ужас. А из дома я в этот раз ничего не взяла. Да, к сожалению, у меня на работе не приветствуется оплата по питанию. Парковки тоже не оплачиваются. В общем, как-то все тухло. Это вот одна из парковок. Идти довольно далеко. Сейчас проведу вас на вторую парковку. Вот это именно то блюдо, которое я ела. Я пока все на той же части парковки. Просто хотела вам показать, что здесь еще есть мужские стрижки. Есть специальные места для курения. Я туда подходить не буду, но вот сделаю вам побольше. Видите палатка какая-то, беседочка? Вот это места для курения. Что еще тут примечательного прям такого уж? Вот за этим зданием, да, где палатка для курения, где беседка, там уже выезд. То есть, ну, за этим зданием тоже парковочные места. Здесь вот тоже парковочные места. По-моему, даже все-таки есть подземная парковка. Сейчас посмотрим. Да, действительно есть. Но не знаю, сколько стоит подземная парковка, но наземная тут стоит, по-моему, 9 тысяч в месяц. Да, ну, у меня не такая огромная зарплата, чтобы ставить здесь. И я, так сказать, делаю финтушами, если так это можно назвать. У меня есть три дополнительных пропуска на нашу организацию. Если будем, я совершенно никуда не тороплюсь после работы. Проще ездить на метро, если честно, всего 11 минут. Я дольше, по-моему, на автобус еду от дома до метро около 20 минут. И выходные, вот еще парковочные места тут. И выходные, ой, выходные в пятницу, как вариант, если куда-то ехать. Я, да, я беру один из пропусков. Да, многие так сотрудники делают. Но берут они у меня, их у меня, поэтому контролирует момент я. Вот. И я просто тоже заезжаю на своей машине. Но пока я еще ни разу не заезжала. Не было какой-то такой специальной надобности. Даже если я еду к своему другу, знакомому, завидову, я все равно возвращаюсь домой. Там, делаю какие-то свои дела, успеваю делать. Пересаживаюсь в машину и еду так. Ну, как бы нет, надо быть прям торопиться куда-то ехать. Ну, и по пятницам я ухожу с работы где-то в пять, полпятого. Типа, как будто мне надо... Ну, мне не типа, а мне действительно надо на почту. Но почта занимает не полтора часа времени, а гораздо меньше. Поэтому вот, ухожу раньше. Так, вот еще один тут у нас есть салон красоты. Это я просто вот обошла все здание. Но там еще туда дальше еще одно здание. Я его не буду обходить. Салон красоты. Сейчас я выйду в сторону дороги. И вдоль дороги чуть пройдусь. Покажу, потому что с другой стороны там тоже есть шлагбаум. Там есть кафе, по-моему, называется «Хлеб и вино». Что-то такое. Сейчас покажу. Вот «Старбакс». И вот кафе «Хлеб и вино». Тут еще есть ресторан советской кухни, называется «Слава». Но самое дешевое – это вот тарелка. Вот хлеб и вино. Сейчас поближе подойду. Все, это вот второй въезд на территорию. Тут открытая веранда Старбакса. Снимать не буду людей, потому что многие бывают против. Ой, снимочки. А вот да, если пройти туда вперед, чуть не упало, то там как раз будет выезд, если на марше не выезжать. Ладно. Пошла я пока на работу, потом покажу вам, как... Ну, вечером, когда пойду, покажу в сторону почты я иду. То есть дорога занимает совсем мало времени. И потом домой. Так, это я. Время без чего-то там пять. Я сваливаю из офиса. На почту мне реально надо. Вот. Я дала бухгалтера тысячу рублей. Иду на почту. Она совсем близко находится. Так что... Да, письма все заказные. В общем, идем. Так, ну все. До почты идти где-то на минуту-две это максимум. Вот до дороги, до пешеходного перехода. Перефожу, и вот во дворе уже будет почта. Письма заказные. Там обычно очередь на почте. Но я как-то быстро всегда прорываюсь в талончик. Беру и вперед. Ну, максимум стою у кассы, там, минут десять. Вот. Все, а потом поеду в сторону дома. В эти выходные у меня приезжает сестра. Из Болгарии с ребенком. Поэтому, даже если я уеду вдруг из Москвы, в Завидово, покататься на вейке, на серфе, постараюсь вернуться оттуда в воскресенье до двенадцати дня. И сгоняю в магаз и помогу маме приготовить что-то, накрыть на стол. Все-таки встречаем, да. Мы не видели здесь два года, если что. С момента ее свадьбы. Ай, чувак, в кадр попал. С мешками с какими-то. Перед сюда рука будет, наверное, впереди у нас торчать. Ну, точно. Нет, уходит, слава богу. Весь кадр мне портится. А на свадьбу к сестре я ездила. И там был конкурс красоты и творчества мистер и миссис Сиа Ворд Булгари. Он уже проходит там пять лет. Организатор этого конкурса муж моей сестры. Ну, проходит прикольно. Неплохо. Мне нравится. Вот. И это получилось совершенно случайно. У них не было из России никого для этого конкурса. Ну, человек в возрасте от тридцати пяти. И вот я выхожу. Мы с мамой и там, с племянницей выходим. Мы-то приехали на свадьбу с учетом этого. Мы выходим из аэропорта. А нас в здании аэропорта с камеры встречают. Я не понимаю, в чем дело. Говорю, ааа, что такое? А нам говорят, ну, блин, как что такое? Ну, муж Вики говорит, Чавдарова зовут. Ирина, ты будешь участвовать в конкурсе в мистер и миссис Сиа Ворд Булгари. Я говорю, как? Он такой, ну, пожалуйста, пожалуйста. А так, на секундочку, участие в таком конкурсе у него стоит пятьсот евро. Вот. Мне оно обошлось бесплатно. Понятное дело. Я, правда, не спала, не жила с участниками конкурса в отеле. Вот. Я жила с мамой, с племянницей, своей сестрой в отеле. В другом. Вот. А для участников, конечно, сняли другой отель. Классом пониже, без бассейна и все такое. Так, все. Ну, я на почту потом как-нибудь вам выложу видео с этого конкурса, постараюсь набрать зарисовки всякие. Давайте попозже еще встретимся. Если честно, удивительно, на почте никого нет. Вот буквально два человека народа. Все пусто, свободно. Я вот в этом окне жду. Так, ну все. На все про все я потратила буквально минут 10. Ну, от силы 15. Иду в сторону дома. Ой, фу, в сторону дома. Ну, да, в сторону дома. Иду к метро. Маршрут занимает, ну, почти так же. Минут 5-10. Потому что с работы идти в сторону метро я как раз прям вот прохожу мимо почты и иду в сторону метро. Поэтому это все по дороге. Ну, все, друзья. Погода шикарная. Выходные надо провести с толком. Как приеду домой, подключусь. Чао, крошки. Вот все. Я уже от метро от Радного доехала к себе домой. Опять у меня у подъезда красота. Ну, она у нас всегда такая красота. Пока мой знакомый мне не позвонил. Завидую я, пока не еду. Поэтому, скорее всего, сейчас я пойду в зал. А потом решу, что делать. Продолжение следует... ... Как?